Смотрите, у меня сегодня послание, которое, наверное, будет и с одной стороны очень важно, интересно, а с другой стороны немножко такое, знаете, как царапну вашу гордую душу, как и мою. Название такое, что мне делать, когда у меня все есть. Да? А скажите, а у меня ничего нету. Тогда у вас все есть. Те, кто больше говорит, у меня ничего нету, у тех уже все есть. Они все знают, они все умеют, они все уже прошли. Что делать, когда ты знаешь все? Все абсолютно, верующие люди. У нас, дорогие друзья, буквально через неделю большое событие. Большая часть христианства будет праздновать Рождество. Вы знаете это? Какого числа? Когда? Да. Тут на 24-го. Главное отмечать нужно. 24-го декабря большая часть христианского мира будет праздновать Рождество. Праздновать о том, что было предсказано Бога и без чего не было бы возможно оправдаться. Я бы, наверное, назвал бы это праздник оправдания, но уже такой праздник есть, суко, да? Да, или там это сад, Йом-Кипур всячески. Да, Йом-Кипур это праздник оправдания. Но это Божий праздник. А это церковный праздник, праздник Рождества. А что же мы празднуем? Мы вспоминаем о том, что говорил Исаия. Дева во чреве примет, родит сына и нарекут ему имя «С вами Бог», то есть «С нами Бог». Эммануэль. Это важный день и отмечается верующими христианами, указывает нам очень важную мысль. Очень важная мысль. Она заключается в исповедании веры. Чего? Какой веры? Что Мессия, предсказанным библейскими пророками, был еврейским Мессией, рожденный в Бетлехеме у еврейской девушки по имени Мирьям. Он так и да был евреем по маме, чтобы никто ничего не говорил. Так? И теперь весь мир празднует рождение царя Иудейства, который спас весь мир. В чем логика? Где должен быть антисемитизм? Если все празднуют рождение еврейского Мессии, который спас весь мир. В чем проблема? Без принятия не только этого факта, что Ишуа есть царь иудейский, рожденный в Бетлехеме, это не только этот факт. Невозможно иметь примирение с Богом вообще без Ишуа как принятия его к личным спасителям. По этой причине мы являемся свидетелями тех беззаконий, которые происходят в мире. Так как они не хотят принимать ту милость Божию, которую он являет через Машеха. И вот знаете, когда мы думаем об этом празднике, нам нужно помнить, что не просто рождение кого-то мы отмечаем. Это еврейское Рождество, еврейского Мессии, спасшего весь мир, давший надежду для каждого человека. И по этой причине мы становимся свидетелями всему тому безобразию, которое происходит в этом безумном мире. Где царствует Люцифер, князь мира сего, отец лжи и убийца от начала. Мы с вами живем в катастрофическое время. С начала войны меня спрашивают очень часто, Рэбе, что будет с нами? Что будет дальше? Иногда люди спрашивают меня, а как дела в Америке? Если я приезжаю с Израилем, меня спрашивают, а что там с Израилем? Слушайте, если бы я был так близко с Богом, как вы хотите быть, то, наверное, я бы стал моим советником. Мы же все хотим посоветовать Богу, что сделать. Развредить ситуацию с Хамасом побыстрее, войну в Украине, в Америку с экономикой. Мы хотим дать ему всегда советы. Но знаете, что говорит Библия? Римлянам 11-я голова говорит, «О бездна богатства, премудрости, видения Божия, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его». Кто хочет стать советником Богу? То есть, он говорит, кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Я, конечно, не хочу быть советником. Я бы, конечно, посоветовал бы пару вещей сделать, но он меня не слушает. Или кто дал Ему наперед, чтобы он должен был Ему воздать? «Ибо все из Него, и мы к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Так просто. Наверное, я все-таки, знаете, к своей уже долгой жизни верующим пришел к одному, наверное, нормальному выводу в своей жизни. Наверное, я этим поделюсь сегодня, чтобы вы поняли о чем. Что жить нужно каждым днем. Я пришел к тому, что нужно жить каждым днем. Знаете, сегодня делают очень много исследований. В Украине, буквально недавно Татьяна мне показала, о том, что люди перестали планировать. Живут одним днем. Украина об этом, как бы так вот, уже пришла на тирельце. Но украинскую мову, Ивангелие от Матфея, 6-й розділ, 34-й вірш. Не журится, отже, завтрашним днем. В завтрашний день турбуется сам про себя доволи, не в его лиха. Я когда прочитал это, я понял, классно. Этому дню хватает своего лиха. Я нашел такой же самый перевод почти, только на российскую мову. Не беспокойтесь о завтрашнем дне. Он сам побеспокоится о себе. На сегодня и так достаточно бед. На сегодня и так хватает вам каких проблем. Ни вы, ни я не знаем, что будет завтра или третьего дня. Бог знает. А для меня это достаточно. Если Бог знает, для меня уже нормально. И Украина уже потихоньку перешла на то, что завтра будет день, завтра будет утро, завтра будет хлеб. Слава Богу. Бог знает. Наш мир в полном, знаете, хаосе. Безобразие просто по всему миру. Нет того места в мире, где бы люди сказали, у нас все классно. То есть, другими словами, мы живем в такое время, где все говорят, Гевольд, все, капут. Вот, экономика, религия, всякие там новшества, законы, войны, голод и тому подобное. Все мы говорим, что это серьезная ситуация. И в свою очередь, это прекрасное время, которое вот мы живем, не до невозможности ужасное, да, но прекрасное. Это прекрасное время для нас с вами благовествовать. Прекрасное время, чтобы достичь людей, которые сегодня потеряли надежду вообще по жизни. У них сплошной негатив, сплошное недоверие, сплошное, как бы, разочарование. И это возможность сказать, вернее, даже быть добрым самарянином. Людям, которые сегодня, можно сказать, лежащие в этих рвах этого мира. Побитыми, подертыми, ограбленными, всякими аферистами, всякими там системами, всякой коррупцией, больными людьми. Донести людям благую весть о спасении, примирении с Творцом. Время даже этих праздников становится инструментом для того, чтобы им сказать, что Бог не такой, как все его рисуют. Богу никто не даст совет, он сам советник. Ведь каждый день из нас, живущих на этой земле, планете, в нашем городе, представляемым им, мы должны представить людям его. Так что у нас с вами есть возможность рассказать о Рождестве еврейского мессии в рамках Божьего спасения. Не только подарить им хорошую историю. В Бефлогеме родился спаситель мира. Все там восторжествовали, ангели пели, да. А сказать причину, для чего он родился. Еще, справедливости ради, мы не только можем говорить людям о спасителе. Знаете, я хочу вам сказать, нам нужно быть позитивными. Быть веселыми людьми. Вы сказали, веселиться в это время? Ага. Другого времени не будет? Вы сказали, ничего себе. Послушайте, сердце, оно всегда будет тосковать о чем-то. Но Божья благодать и милость является тогда, когда мы оставляем нашу боль и радуемся, что у меня есть ответ для себя лично и для этого мира. Я хочу еще вам сказать еще раз, справедливости ради, нам нужно серьезно об этом говорить. О том, чтобы быть позитивными и всегда веселиться. Вы сказали, всегда. От слова постоянно. Быть веселыми. Не то, что ржать от беспричины. Да? Это, может быть, плохой тон. Но быть веселыми. То есть радостными, улыбающимися людьми. Хватает вокруг нас людей, которые, ну, бесперспективны. Имеется в виду, у них перспективы на будущее абсолютно нет. От слова ноль. Абсолютно все плохо. Вокруг идиоты. Все все продали. Все негативы. Все просто в пессимизме таком. Знаете, для нас, как верующим людям, нам нужно перейти из эмоций. Рельс эмоций, которые у нас есть. Всего все плохо. Ждать нужно быстрого разрушения. Слушайте, друзья. Все равно чему-то придет конец когда-то. Нашей жизни придет конец. Когда я смотрю в будущее, мне тоже не хочется так умирать. Как другие. Я молюсь, честно, я молюсь Богу, чтобы я умирал в здравом смысле. Имеется в виду, в мудрости, знаю еще Писание, знаю, как помолиться. Я не хочу по-другому умирать. Хочу умереть спокойно. Но мы же не знаем, что будет. Нам, знаете, не хватает людей с осознанием того, что мир уже, знаете, при своих разрушении. Если мы имеем людей, которые знают, что мир разрушивается, тогда у них будет сострадание к людям, которые погибают. Которые себя терзают мыслями, словами, поступками. Притча о добром самарянине для многих из нас стала только названием благотворительных фондов. Которые не имеют никакой реалии к жизни. Хотя там много в этой притче, в которой Иешуа говорит, очень много похожего для нас. Но мы не хотим ассоциировать себя с этими людьми. Кто хочет быть этим человеком, который шел из Иерусалима в Вирюхон? И случайно попался разбойником. Кто хочет быть таким? Никто. Послушайте, там же благодать. Тебя побили за веру. Ишу из Иерусалима, что и шел, куда-то еще, да? Побили тебя за веру. Тебя ограбили. Павел говорит, что его грабили, его били, его и так далее. Я почти всех могу этим гордиться. Но почему-то никто не хочет себе такой участи. Ты спокойно идешь. Ишу из Иерусалима после молитвы тебя бьют. Нам никто из нас не хочет быть бандитом от хорошей жизни. Мы не хотим себя ассоциировать с этим. Мы никто из нас не хотим ассоциировать себя ни со священником, ни с левитом. И даже с тем самарянином добрым, да? Который сильно занятый. Не с тем хозяином гостиницы. Мы просто не хотим себя ассоциировать с тем, что Ишу говорит. Но об этом чуть-чуть позже. Но я, наверное, вам скажу о том, что меня мотивирует жить. Каждый день просыпаюсь жить и делать добро. Я говорю специально, чтобы не следоваться на Писании. Что вот хочу прожить так, чтобы, знаете, все было четко, красиво и без греха. Тут один человек по имени Шлема Давидович. Вы знаете такого, нет? Экклезиаст. Фамилия. Говорит в 7 главе 20 стих. Нет праведного человека на земле, который всегда бы поступал правильно и никогда бы не грешил. Нема на свете такого праведника, что чинить добро и никого не грешить. Поэтому говорить о том, что я хочу исполнить все Писание, быть дисциплинированным так, чтобы на 100% попасть в небеса, я не могу. Потому что Писание нам об этом говорит, что даже не заикливаться о том, что мы будем идеальны. Почему я говорю об этом? По причине наших частых, знаете, вот перелетов, путешествий. Особенно с началом войны. Мы останавливались в разных гостиницах, разных таких пансионатах у людей дома. Но я заметил несколько вещей, которые меня очень напрягли. Ну как, они напрягают эти бумажки. И кто-то в гостиницах останавливался, где есть сзади бумажки, например, убрать. Нет, ты его весываешь сзади, да, ну впереди. И люди, которые там работают, они говорят, а, нужно убрать. Или же есть такая еще одна бумажка такая, написано что? Не беспокоит. Не беспокоит. И вот, знаете, когда я увидел, думал, хм, хорошее название. Наверное, возьму себе эту бирочку. Не беспокойте меня без причины. Кто-то смотрел те ролики, которые некоторые люди с турецких гостиниц забирают все подряд? По 36 килограмм. А? Я чувствую, что есть люди, которые не только уносят из гостиницы еду, тапочки, полотенца, шапунь. Они забрали еще две эти бумажки, две таблички. Не беспокойте меня, я занят. И потом, уберите, мне плохо. Помогите мне освободиться. Вот эти таблички, знаете, вот люди иногда вывешивают. То, что они съели, то, что они забрали, все включено и все использовали. Но у них две таблички остались. Верующие люди иногда говорят, помогите. Уберите мою квартиру. Уберите мой внутренний дом. Я хочу освободиться. Ну, это нормальная табличка. С такими людьми еще можно работать. Но когда вывешивают табличку большую, очень большую. Меня не трогайте. У меня своего дерьма хватает. Мне никому не нужно. Послушайте, не трогайте меня ни по каким причинам. Не беспокойте. Я сегодня говорю к верующим людям. Что бы сделал Ишуа? Конечно, это очень банальный вопрос. Понятно, что он всем помог. Но все же, не все святые, я точно понимаю, не все не могут быть как Ишуа. Нам как к Ишуа до его уровня, как нам до Марса. Я понимаю это, что все имеют проблемы. Но при этом нам важно с вами помнить, что он является тем направляющим, за которым мы следуем. Мы называемся верующими, не просто верующим какого-то Бога. В какой-то момент истории нас назвали христианами или мессианскими верующими, потому что в нас, таких людей, как мы, узнавали Мессию. Мы не просто смотрим в Библию, не просто приходим на собрания, не иногда читаем Библию для того, чтобы не забыть буквы или чтобы совесть нас не загрызла. нас верующими делают не собрания, где мы сидим, нас верующими делает Бог, которому мы доверяем. Если я буду сидеть целый день в гараже, я не стану мотоциклом, ни машиной. Я могу показывать, что я переключаю передачи, но я, сидя в гараже, не стану машиной или мотоциклом. Приходя на собрание, сидя здесь, вы не станете верующими людьми. Понимаете, о чем я говорю? От того, что ты сидишь, приходишь, ты не становишься верующим человеком. Приходя в общину, мы не только имеем возможность увидеть друг друга, послушать не только Писание, Библию. Мы слушаем друг друга. Кто-то что-то говорит, кто-то что-то показывает. Я замечаю, как люди показывают свои новости, что они вычитали. Говорят, а ты слушал эту проповедь? А ты слышал этого? А ты видел, что там говорилось? Знаете, мы все должны воспользоваться тем Словом Божиим, которое для нас говорится. Но не только услышать, но вынести из Него какой-то результат. И надеюсь, что то, что я буду говорить, мы принесем какой-то плод, то есть результат. Сегодня, как я уже немного затронул, хочу поговорить о хорошем самарянине. Или самаритянин. Как сказать лучше? Самария, значит, самаряне. Да? Значит, самарянин. И это, знаете, не сумка самарянина, это даже не фонд благотворительный. Это притча, которую Ишуа начал с контента, который очень интересный. Не сама... Сама притча, она по себе имеет свое назначение. Но вдруг вот здесь, перед тем, как он начинает говорить притчу, вот, а их как бы записываются как бы две. Ну, как бы так, в контенты. От Луки, 10 глава, 25 стих. Вот один законник встал и, скушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Как многие из нас, приходя в какое-то состояние жизни, мы говорим, Боже, как мне попасть на небо? Как мне получить вечную жизнь? И он же сказал ему, в законе что написано? То есть, как ты читаешь Библию? Как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближним от того, как самого себя. Очень понятная тема. Очень понятная ситуация. Ишуа обрабатывает обрабатывает весь в тонах все Писание и говорит, вот на тех двух, да, ты правильно читаешь, ты правильно видишь. А в другом месте Писания, Матфея, 22 главе, говорит, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Ишуа сказал ему, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, то есть, тоже она важная, очень на высоком уровне. Возлюби ближе твоего, как самого себя, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Если бы вы сегодня меня спросили, что важно для верующего человека? Что нужно делать? Потому что очень часто люди говорят, что мне сделать еще, чтобы вот избавиться от одного, другого, третьего? Что мне еще, как верующему человеку, необходимо, чтобы возрастать в Боге? Знаете, когда люди говорят о дисциплинах, писания, необходимо укрепляться в постах, в молитвах, чтении Писания. Наверное, я бы взял ответ Ишуа Мессии. Сделал бы себе основание для жизни. Какое? Любе Бога и ближнего. потому что есть люди, которые хотят утвердить себя в постах и молитвах, которые читают Писания, духовные дисциплины. Но знаете, я могу сказать одну простую вещь, что не все могут поститься из-за состояния здоровья. Я встречал таких людей. Не все могут читать из-за отсутствия грамматики. То есть люди неграмотные есть сегодня в мире. Отсутствие зрения, то есть плохо видит, человек может быть слепой и не может читать. Да и духовные дисциплины понять очень трудно, потому что если будете идти к нам в семинарию, вы поймете, что духовная дисциплина это целый урок, ну как бы сказать, сабджек, целый отдел богословия, что это такое. Но тут Ишу утверждает истину всего Писания и начинает с личного. «Люби Бога всем сердцем, душой и разумом». Некая человечность, то, что ты переживаешь, то, что нам нравится. «Люби Бога», мы же любим людей, да? «Люби всем сердцем, душой и разумом». «Люби ближнего, как самого себя». Это не говорится о самолюбии. Самолюбие – это нацицизм такой. «Я себя уважаю, люблю». Нет, это за собой, даже, можно сказать, забота о себе. Каждый из нас любит себя. Мы утром встаем, почистили зубы, посмотрели на себя, причесались, да, быть позитивным. Да, я когда терял волосы, я их терял очень быстро, и думал, сначала у меня была одна прическа, когда потерял волосы, у меня стала другая прическа. Когда еще больше потерял, третья прическа, я уже думал, и так сделать, и так. Когда уже пошли, думал, ну, совсем плохо, сбрился, больше причесок делать не буду. Позитивно? Очень позитивно, нормально. То есть, я не кидался на пол, ой, боже мой, где мои волосы, надо теперь найти человека, какого-то, дерматолога, или что, наделать себе дырок, чтобы повтыкать волосы обратно. Ну, так оно получилось. И вот, любить, ближнего, как самого себя, означает переживать за себя. Ты вот себя любишь, одеваешь, кормишь, накорми голодного, одень его, но не чистим ему зубы, дай ему зубную щетку. Не нужно путать любовь Божью с любовью рыбалки, шитья, мороженого, мясо. Это другая совсем любовь. Как люди говорят, я люблю ловить рыбу. Ну, это же не сравненно, я люблю Бога. Немножко другие вещи, но любить, любовь к людям, ближним, к тем, кто совсем тебе очень близок, не только по соседству, не только в общине, где вы часто встречаетесь, не только на работе, на привозе, или в купе Одесса-Львов. я вам скажу один секрет. Если мы хотим любить людей, тогда мы должны быть щедры. Чему? Щедры на прощение. Понимаете, если мы хотим научиться любить людей, а здесь как раз часть заповеди, да, любим ближним, как самого себя. Если мы хотим любить людей, и как мы Бога-то любим, да, тогда мы должны научиться, вернее, быть щедрыми, очень щедрыми на прощение. Да, на прощение, потому что это фундаментальная часть любого человека, особенно верующего. И что сказал ему? Правильно ты отвечай, так поступай и будешь жить. Люби ближнего. Бог говорит, так, ты правильно понимаешь, нужно их прощать. Мы всегда, знаете, то есть это слово постоянно хотим, чтобы нам прощали. Заметьте, мы опаздываем на собрание, ой, простите, у меня задержалась маршрутка. я могу сказать, так вставайте раньше, приезжайте раньше. Могу и сказать такое, да? Но мы почему-то оправдываем всегда, извините, и мы ожидаем, что нас поймут, даже если мы ленивые, даже нам, если нам очень сложно сделать то, что нам хотим, но мы хотим объяснить, почему мы не пришли, не помогли, не зашли, не позвонили, опоздали, прогуляли, что-то еще сделали, да? Мы хотим, чтобы нас что? Поняли. И потом что сделали? Простили. Ишуа говорит, прости нам долги наши, как и мы, что? Прощаем всем должникам нашим, да? Кроме Фимы. О чем здесь Фима? Фима свое уже тоже получил. Вы слушаете, друзья, нам хочется всегда, чтобы нас поняли. Но если мы говорим о правилах доброго самарянина, да, да, вот, оно будет дальше раскрываться. Есть, как бы, история до того, как это все Ишуа объясняет. Говорит, как ты поднимаешь Писание? Что тебе нужно сделать, чтобы наследовать Царство Небесное? Люби Бога и люби людей. А любить людей нужно быть щедрым на прощение. Верующие дают дьяволу очень много места вне прощения других. Мы не хотим прощать других людей. Ни при каких случаях. А, бывают случаи, когда мы прощаем, но не забываем. Все, все помним, все пишется, мы дальше. На небе все пишется, все тебе вознется. Да? Мы больше уделяем именно непрощение, даем место дьяволу вне прощения, чем в других каких-то других грехах. Я не буду говорить о каких грехах, потому что каждый знает свои, что он делает. Но в непрощении, где мы нам нас обидели, на что-то сказали, нам что-то сделали, и мы носим это внутри себя. И нам с вами необходимо быстро прощать и тяжело отбежаться. Я часто люблю говорить, меня трудно обидеть. Меня можно обидеть, но трудно. Можно меня обидеть, но это будет трудно. Но каждый из нас, я тоже молюсь, чтобы мы были, чтобы нас трудно было обидеть, но чтобы мы могли исцелять людей быстро. А исцелять людей нужно как? Прощением. Вы замечали, когда ты прощаешь, приходит какое-то исцеление в твое сердце, мир, ты уже обнимаешься, ты уже целуешься, ты уже готов ноги мыть и все остальное. Как бы такое, такое все хорошо по благодати. На следующий год можно еще такое повторить. Мы каждый год делаем на Йом-Кипур, прощаем, прощаем, прощаем. Сколько раз можно прощать своего ближнего? Не 7 раз? Он говорит, да, да, аж 49. На день. Да? Или 490 раз. 7 раз по 70. Сколько будет? 400? 90? А? Правильно. Целый день сидишь и прощаешь. Уже говорит, иди, иди, прости, иди, уже все прощено тебе. Кто для нас с вами будет ближний? Каждый спросит. Особенно здесь, в это время. Знаете, он похож на того законника, который читает Библию. Мы живем своей верой в Бога. Мы читаем, кто читает Библию? Вот это половина больше читает. Нормально. Ну, хорошо. Мы тоже приступим, давайте, становимся религиозными в нашей жизни. Мы тоже включаем игнор иногда. То есть слово игнор, это безразличие. Как этот законник, который там Ишу, домогал как бы вопросами. А кто тут ближний? Его спрашивает человек, который религиозный. фарисей или книжник религиозный. Там были саддукеи, когда Иисус ответил саддукеям насчет воскресения из мертвых, законники и фарисеи сильно возрадовались, потому что он нагнул саддукеев. Теперь будем мы спрашивать его вопросы. Они сильно радовались этому. Но при этом Ишуа делает момент такой, ответ на вопрос, в чем заключается закон. Они сами отвечают, в чем? Люби Бога и ближнего. На этих двух законах весь мир Божий устроен. Но при этом, чтобы узнать, он говорит, кто мой ближний? Кто человек, которого я должен любить? Больше всех. Ближе детей и мамы не может быть никто. Кто был здесь вне в этом балагане страны, да, что происходит на востоке, кто мне самый близкий? Может ли страна, машина ближе, чем сын на фронте? Но все же, кто может быть ближним в таких обстоятельствах, когда все вокруг безразличие? Как попасть на небо без всех этих людей, которые вокруг меня? Повесить табличку? Не трогайте, не беспокойте, я хочу на небо. Как попасть туда? И что ответит? шел священник по той дороге случайно. Вот так получилось. Случайно. Помитив пограбованного, он перешел на иншу дорогу, обешел его. Сильно дальний перевод русским языком, там даже не используется эта речь, что он увидел, перешел на другую сторону и прошел мимо. А у нас так бывает. Мы приходим на какое-то собрание и мы переходим улицу или же через вот этот проход, так, чтобы того человека, который здесь не заметил он меня, не стал со мной говорить. Потому что будет говорить обо всем, что у него наболело и это будет все собрание. Но я же к Богу пришел. Мы иногда так тихо, спокойно прошел возле стеночки, меня изяк должен не видеть. Если он меня увидит, он будет морочить голову до утра разговаривать. Бывает так в собрании святых иногда. Мы знаем человека, которого грустно, печально, ты не один раз с ним разговаривал, его жизнь побила, и ты как добрый священник увидел на дороге этого человека, перешел на другую сторону общины, тихо, аша, спокойно, чтобы он меня не видел, пошли дальше на собрание. Я делаю этот перекид, потому что очень интересный момент. так бывает, что мы знаем людей сильно хорошо, и лучше нам с ними не начинать разговаривать, потому что уже начнется собрание, а нам сделают замечание, нам нужно тихо, спокойно, быстро выйти, потому что он мне все расскажет о еврейском народе в Одессе, как он страдает. Расскажет о своих детях, своих внуках, расскажет как больно ему в ногах, как сердце болит, как долго он вставал, как долго он спал или не спал ночью. Так бывает. С кем такое бывало, нет? Два человека, слава Богу, на все остальные свободные люди, имеют время разговаривать с людьми остальными. Это мне очень нравится, что если вы можете говорить с людьми долго, тогда то, что я буду говорить, это все лишнее. Иногда мы игнорируем таких нуждающих, жалких людей, чтобы они нам не нарушали отношения с Богом. Потому что с ним поговоришь, а потом надо молиться. А у тебя уже все мысли о твоем правительстве, о тех шахраях, которые уже там в военкомате, о том, что грабинули на привозе, о том, что там неправильно используют эти бомбы, снаряды и все остальное, где ленд-лис, ничего нету, и ты идешь наверх, и у тебя в голове целая каша. Поэтому часто мы игнорируем таких людей. Но та же история с левитом. Знаете, что левиты это тоже часть священческого работы. Кто знает, что левиты это часть людей, которые в храме работали, они приносили, дрова убирали, мыли, собирали столы, это часть священческой жизни. Понимаете, о чем я говорю? Спасибо, что вы понимаете, здесь тоже священники и левиты. Писание говорит так. Этот левит тоже тихо спокойно обошел и ушел. Но при этом Ишуа немного наезжает на фарисеев и саддукеев и книжников. Потому что он отвечает человеку, который задает вам вопрос. Я хочу, чтобы вы услышали. Здесь при всем том, что Ишуа говорит о священнике и левите, а потом говорит о самарянине, он отвечает людям, которые при законе. Интересно или нет? Он не унижает священников или левитов. Он говорит, они просто видя ситуацию не обошли, потому что они спешили на собрание. им нужно было священническую работу делать, как говорил и заповедовал Моше. Правильно? Втихо ша. Но книжники фарисеи и саддукеев не имеют части ни у священников, они не имели никакой части в священодействии, и они не могли приступить и делать жертвы или убирать на храме. Вы знаете это? Поэтому Ишуа отвечает таким образом, чтобы тот задал вопрос, чтобы они думали, что они правильные. Что священники и левиты немножко тихо, спокойно обходят людей. Они должны были позаботиться, сто процентов. Но здесь Ишуа намеком говорит о спешке служащих в храме. Для того, чтобы показать самарянина, которые являются обыкновенным простолюдином, такие как и фарисеи, и книжники, и саддукеи, которые не являлись частью священческой жизни. Понимаете, нет? Они стали людьми, которые взяли интерпретировать закон и учить синагогах. Смотрите, что говорит Ишуа. Горе вам, учителя, законы и фарисеи, лицемеры, вы закрываете перед людьми вход в небеса. Царство, сами не входите в него и не даете войти другим. Он дает намек. Священник и левит, они спешили, они не сделали помощь. Да, самарянин, который простолюдин, как и вы тоже. Простые люди, вы просто знаете закон, вы знаете, что нужно делать. В других местах, ведь горе вам лицемеры, книжники, фарисеи, вы зачиняете людям дверь до Царства Божьего. Сами вы не входите до него и не даете войти тем, кто заслуговывает. Те, кто вообще заслуговывает по-украински, переверно, заслуживают. Эти люди простые, они заслуживают в этих Царствах, вы не даете. Евангелие Луки 11 глава. Горе вам знатоки закона, вы обременяете людей тяжелыми ношами, которые те с трудом носят. И сами пальцем не повшевелите, чтобы помочь им. я возможно мы посмотрим на эту притчу немножко другими глазами. На самом деле Ишу говорит притчу тем, кто спрашивает его о спасении. Если священники делают свою работу близко к Богу, они спрашивают, а как мне спастись? Как попасть на небо, если ты не выполняешь митцвот и правила, которые мы налагаем? Он не обвиняет служащих при храме из-за ответственных, но на самом деле показывает, что именно простые люди, знающие закон, учащие и религиозные должны заботиться о людях. Самаряне по всей своей как бы по своему естеству это народ, которые хотели быть евреями. А в чем я? Они не были евреями, евреи их унижали, ими пренебрегали, их не любили, их не любили, потому что эти люди были завезены во время, когда их отправили в Вавилон, то есть замена была народом. Но они сильно хотели служить Богу Израиля, и поэтому они себе как бы видели, что Тора и то священники и все остальные люди, которые как бы исповедуют Бога Израиля своим как Богом, они немножко коррумпированы, поэтому сделали свое, и друг друга ненавидели. Ишуа специально приводит этот пример, потому что здесь в этом есть смысл. он евреям, которых спрашивает, кто ближний? Он тот, кто сделал добро. То есть ты понимаешь, что тот самарянин, который делал добро человеку, может быть, не книжный, он знал Бога, то есть хотел быть евреем, он смог исполнить завет Божий. Как часто верующие недолюбливают те, кто что-то делает в этом мире? Как часто бывает так, что верующие с пренебрежением смотрят на те, кто постоянно где-то что-то делает, проповедует, убирает, собирает, моет, рассказывает, прикрывает, кормит, знаете, что-то там тянут, посещают кого-то, да, и всегда говорят, ну что им больше всех надо, какие-то такие немножко интересные люди. Вас критиковали когда-нибудь за то, что вы делаете? Обсуждали, нет? Да, да, да. Вам давали советы тех, кто ничего не делает? О, да, да. Вам говорили, о, можно было сделать совсем по-другому, как мы делали это раньше. А где ты был? Ну, я сильно, ну, сильно занят, я не мог. Говорят, знают, как делать нужно, точно знают, как делать нужно, но времени на это нету. Просто, я очень занят. Потом, после мероприятия, тебе просто говорят, слушай, кто это вообще придумал? Такого раньше не было. Вот спросили бы меня, как это было раньше, я бы сказал бы. Ну, какой-то дурдом совсем был. Нету на вас как бы управы, нету начальника, ничего. раньше было лучше. Можно было лучше, красивее, вкуснее, можно было сделать дешевле, денег тратить не нужно было столько. Было такое? У меня часто так бывает. Знаете, что я говорю людям? у меня нету на голове ничего. Ну, я позитивно на это смотрю. Не хотите, не надо. Дальше критики от верующих почему-то ничего не происходит. Особенно, знаете, когда вот люди давно верующие, они что-то любят сильно помочь советом. А те, кто первый раз в общине, вообще не понимают в чем дело. Они думают, так и надо. Потому что они никогда не были до этого. Они не знали, как оно было вчера, третьего дня, 10 лет назад. Они знают, что происходит сегодня. Они делают и очень довольны тем, что происходит сегодня. Мне не стоит говорить или перечислять все ситуации, в которые попадал Ишуа. Когда мы замечали, что его постоянно домогались или его останавливали, когда куда-то он и шел. И получали люди исцеление, освобождение и так далее, когда он где-то что-то делал. Или нет? Например, он и шел кому-то в дом покушать. То есть к Петру. Петру пошел кушать. Его пригласили. Знаете, как бы хорошо пришел кушать, а тут еще теща болеет. А можешь исцелить ее? Так ты меня пришел исцелять человека или покушать? Наши в основном скажут, я пришел покушать. Приведите ее завтра. И всегда его где-то останавливали. Он на пути кто-то раз прикоснулся к его одежде, кто прикоснулся ко мне. Он говорит, идет дальше, подожди, секунду, слышу, Вартимей кричит и подходит, мне нужно к тебе домой. бесноватого исцелил. Всегда было что-то на пути. Другими словами, он всегда что-то делал. Он не сидел и думает, так, никто не пришел исцелять на исцеление? Надо подумать. Что-то непорядок. он налоги платил, друзья. У нас некоторые избегают налоговую инспекцию, а он налоги платил. Другими словами, он всегда что-то делал. У него всегда был занятый день. Но на этом пути беспокойства, забот, кто-то всегда что-то его попросит сделать. И он никому не отказал. Я надеюсь, вы понимаете намек. что, будучи верующими людьми, как эти книжники, фарисеи, знающие, что нужно делать, вдруг спрашивают, кому помочь вообще-то мне? Если Господь наш Бог, кто исповедует Ишуа спасителем? 33 человека, 33 богатыря, с ними дядька Черномор. шутка. Если мы исповедуем его личным спасителем, знаете, что мы говорим? Да, Господи. Да, Господи. Мы не можем ему сказать нет, Господи. К хенене, вот я, пошли другого. У нас же так бывает сейчас. Алло, да, я могу помочь. Когда? Ой, нет, не могу. Ну, не могу. Позвоните другому. Если Он наш Господь, и мы отвечаем ему да, то мы не можем сказать ему нет. Имеется в виду, не мне сказать нет, а ему, когда он призывает делать что-то особенное. Ишуа не переходят в другую сторону дороги, чтобы избежать чью-то трагедию, не уходя от помощи другим. Хочу сказать одну личную историю, может несколько историй, она похожа на ваши тоже. Сейчас две минуты и заканчиваю. Очень давно мы путешествовали поездами, особенно зимой. Ты сильно машиной не поездишь, заносы были, сейчас зимы нормальные, раньше было плохо совсем. Мы ездили в Хмельницкий, Киев, Львов, Закарпатти ездили, ездили поездами. Кто из вас поездил поездами? То есть вы со мной согласитесь ситуация, в которой ты иногда попадаешь. С этим сталкивался наверное всегда, а может нет, может я только один такой бывает. Когда ты едешь далеко путешествий, да, вам попадался такой старик в купе, ты его не знаешь, он с тобой знакомится, потом начинает говорить тебе, говорить, говорить, рассказывает о себе, ты его не знаешь. Он говорит, я тебе всю свою жизнь, да, это как в том анекдоте говорит, Иосиф Абрамович, как ваши дела? говорит, что, начать с анализов? Так вот, как бы, и тут начинает тебе рассказывать, как у него жизнь, внуки, жизнь, жена, и так думаешь, уже 15 минут прошло, он тебе говорит, и говорит, вдруг он замолчал, и думаешь, слава Богу, круто, ты быстро вытаскиваешь Библию или планшет, чтобы немного почитать, как только ты это сделал, вытаскиваешь все, вдруг, как будто невидимым ключом деда опять заводят, как скотулку музыкальную, а вы знаете, что музыкальная скотулка делает то же самую песню, если долго слушать ее очень часто, уже начинает на мозги на нервы, ты начинаешь уважительно игнорировать внутри такое чувство, что заткнулся бы ты совсем, кому нужны твои проблемы, ты понимаешь, что не помогает, дед дача разговаривает с тобой, культурно делаешь поклон, куда тебе в туалет хочется, выходишь, думаешь, слава Богу, все ешь, где-то уже молишься, думаешь, если зайдешь обратно в купе, где-то опять начнет, слушаешь, чтобы он заснул, начинаешь разговаривать с Богом, а в ответ, понимаете, какое чувство, я сейчас вспомню Бориса Сауловича, просто не злым словом, и такое чувство, а если бы это был Борис Саулович, слушал бы его? О, видите, я ничего не сказал, вы сами сказали, часами, часами, а кто Мишу слушает? Часами, Кухарковского, Кухаровского, еще там, можно было слушать, и знаете, вот такое чувство, такого внутри, если бы это был бы не дед этот, который с тобой едет, а вот Борис Саулович, Миша Цин, Хоровский, Роберт, Моррис, я думаю, ну там же есть, что слушать, глубина, мысли, глубина вообще, вот, еврейского, такого, наслаждения, ты мог бы слушать, часами, часами, а в ответ тебе, а какая разница? Я понимаю, что у меня выбор, кого-то я слушаю с удовольствием, с наслаждением, а кто-то за 10 минут портит мне мою жизнь, и я понимаю, что внутри меня проблема, проблема, которая нужно решать, мы тоже пользуемся чьим-то даром для себя любимых. И у нас сегодня возможность быть этим добрым самарянином для людей, выслушать на улице, там, где мы кормим их, где посещаем, где люди просто стоят и выговаривают вам свою боль. Попробовать быть этим человеком, который любит таких. Это, возможно, простая помощь перейти дорогу, пойти в аптеку, посетить больницу, покормить голодного, разгрузить гуманитарную помощь, убрать, собрать, покрыть, покрасить, разложить стулья, накрыть на стол, познакомиться, поговорить с людьми, помолиться и обнять. Галилеянин мимо тебя не пройдет, потому что каждый из нас хочет получить прощение, получить свободу, где-то оправдаться в своих поступках, в своей лени, в своем нежелании. Мы иногда придумываем, что мы заняты, но сегодня моя молитва и моя мотивация к вам в том, чтобы мы участвовали в том, что Бог делает здесь. Те, кто смотрит нас в прямом эфире, вы должны заниматься там, где Бог вас призывает и делать то, что вы должны делать у вас в общинах, достигая людей. Перед нами интересная неделя. Неделя того, чего мы празднуем, только очень редко. Последний раз мы отмечали юбилей мессианского движения 10 лет назад. В этот раз мы будем праздновать еще раз под четверг и пятницу. А в воскресенье у нас детское собрание для детей. Празднуем Рождество, поздравляем их с Мессией и говорим их о спасении. У нас молодежь, которая достигает другую молодежь и им тоже нужна помощь на новогодние праздники. Другими словами, кто мой близкий? Те, кто тебе висят на ушах, и ты просто внутри горишь, хочешь его заткнуть, кому нужны твои проблемы. Или же мы находим людей, которые ты слушаешь, и слушаешь, и слушаешь, они доставляют тебе столько удовольствия, такое самолюбие. я действительно хочу, чтобы мы были не книжниками-фарисеями, а простыми людьми, которые знают Бога, любят людей, открыты были помочь, и не переходить дорогу, чтобы избежать людей. И вопрос состоит в том, что задавал этот книжник. Как мне спастись? Вот на тех двух вещах, которые ключи вашего спасения. люби Бога всем сердцем твоим, всей душой и всем разумением твоим. И ближнего, как самого себя. Если ты хочешь прощения, прощай других. Самый великий дар, который мы можем просить у Бога, это возможность быть щедрым на прощение. Толстокожим на обиды, но быстрыми на прощение. И в этот момент как бы поклонения, я бы хотел, чтобы мы спели опять еще эту песню, которую мы пели до этого. Что мы его в его руках, но не забывали, что эти руки направляют нас тем, кто, у кого больно, у кого болит душа, сердце, у кого нужды большие. Чтобы просто выслушать. Не забывать об этом. Давайте мы поднимемся, помолимся в этом направлении. Я еще раз призываю вас откликнуться на те нужды, которые всегда у нас есть в волонтерских наших чатах. Мы очень общаемся. Если вы хотите участвовать в жизни общины, пожалуйста, подпишитесь на волонтерский чат. Там всегда есть, что услышать. Кого посетить, что-то сделать, пригласить вас. И не думайте, что мы просто так избежим все эти вот вещи, которые у нас в нашей жизни просто так нахлынувают. Мы спрашиваем этот вопрос, который задают не священник или левит, а спрашивает обыкновенный человек, который знает Писание. Что мне делать? И кто мой близкий? Ты тут. Господь, Ты тут на этом месте. И когда я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь. Я пройду с тобой ее. И только с тобой. Потому что ты понесешь меня на руках. Субтитры создавал DimaTorzok